всем привет привет youtube небольшое видео думаю давно не пилит видео запилю да небольшое видео в частности вот про оружейный ремень или винтовочный ремень вообще не очень люблю как-то в тему тема оружия лезть сейчас эта тема скользкая неблагодарная поэтому ничего не буду говорить об оружии просто есть такая вот ружбайка назовем ее и к этой ружбайке у меня образовался новый ремень такой опять-таки на любителя олдскульный турбопатриота в принципе которые говорят что нет ничего лучше чем веревки атормика до подвязанная скажем куда-то там к автоматам антабкам как бы туда прямо на рог носорога пусть все катятся и валят значит смотрите что да вот она такая ружбайка стоит здесь чтобы было удобно положил вот так ты как все тут и покажу ремень и смотрите на этого пользовался в принципе старым добрым добрым автоматным ремнем автомат перемен такой вот он немножко он здесь модернизирована слегка получается здесь вот закрашена здесь закрашена по облазила здесь значит такая вот наплечная лямка ну и традиционно получается вот значит кольцо и карабин но он тоже такой из сссеров ских времен как нынче сейчас сделают автоматные ремни я не знаю но в принципе ремень хороший нормальный крепкий крепкий ремень такую но который как сказать ну но ничего не скажешь сделал практически вечно но были у него недостатки в принципе какое-то время значит стояла вроде бы смазанная рубайка в сейфе достал посмотрел хоть я вот вороню вот эти вот вот эти части да ну оказались они ржавые то есть вообще они очень боятся влаги здесь обычная такая вот сталюка может здесь в принципе что-то лучшее да ну в общем оказались они ржавые и тапка ржавая оказалась и естественно ржавчина она как бацилла она сразу же куда-нибудь там куда-нибудь ползет вот поэтому принципе думаю да пришлось снова заново переворонить и вообще долго было у меня желание найти вот такой вот ремень кожаный кожаный из натуральной кожи ну как-то вот честно говоря не попадалось вот и потом принципе случайно получается наткнулся налички наткнулся но вот этот ремень значит ремень который в принципе ставится на м1 м14 гаран по моему называется она ну в принципе да вот такие ремни ставились еще со времен поскольку это вот ружбайка образца шестьдесят девятого года но в принципе на где-то там скажем так по разработке ровесницы нашей свд хи ну и опять таки наверно примерно времен вьетнамской войны когда американцы сша вот кому турбовый третом пиндоса когда пиндоса во вьетнаме использовали винтовку по моему какую-то там по модификации очень помню м24 21 и когда у них там был очень прославленный снайпер вроде как хичков если не ошибаюсь вот ну там его известная личность писал мемуары скажем такой хороший снайпер времен витавской войны вот использовали вот такие ремни ну и дальше принципе самый мешок тут свет глаза слепит но сделал чтобы лучше было видно вообще случайно выключил вот вообще вот случайно выключил где тиснение вот оно тиснение надеюсь видно но не важно что-то там примерно что-то где-то обозначена офигенная хорошая кожа прямо офигенная хорошая кожа хорошей выделки с двух сторон она такая как бы толстая ну я не знаю миллиметра на 3 как минимум в толщине штангенциркулем не мерил ну такая толстая хорошая кожа мягкая хорошо выделанная и пахнет прямо вот пропитана и пахнет 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 такой прямо вот кожей 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 значит смотрите получается у американцев есть видео как этот ремень сайт знаете честно говоря приходит вот такая вот такой моток до рулон и достаточно вообще трудно достаточно трудно разобраться как это все вот делается поднял повыше не знаю как то так вот ну тяжело вот эти длинномеры засунуть камеру нужно чтобы это всю эту целую студию настраивать где-то ставить операторов и прочее сейчас еще включу свет который тоже пока висит поскольку штатив временно отсутствует вот включу свет чтобы было просто чуть-чуть получше видно и попонятнее и объясняю приходит значит такой ремень в рулон смотанный когда сделаешь думаешь ну принципе все вроде как предельно понятно а когда ремень додумаешь блин да надо же беном ньютона прямо на хрен поймешь вообще зачем как и чего ставить ну поэтому пришлось значит вытащить на ю тубе поискать там видео с американцами американцы значит вот такой ремень оставит он у них ну достаточно популярный и изучаете видео в общем тогда прийти к какому-то вот какому-то результату хотя я говорю результат получился ну немножечко скажем на 4 с минусом потому что ну наверно мне кажется надо переделывать чуть-чуть просто повернуть его там в обратную сторону то есть два три видео на английском языке в принципе достаточно понятно по крайней мере я изучая это видео но сумел собрать этот ремень а вот кучку хотя на самом деле это как это достаточно такая история загадочная собственно говоря что мы имеем ремень принципе шириной 33 миллиметра вот здесь на этой ружбайке антабки в общем-то 30 и здесь вот если посмотреть вот здесь антабка уберу тоже чтобы не мешал здесь вот тоже антабка в принципе шириной 30 но с этой антабкой всегда проблема коты с этой антабка всегда проблема даже с автоматным ремнем видна она сюда его хрен засунешь потому что у автоматного ремня тоже там такой жесткий кончик я уж там не помню приходится ее здесь два винта и и приходится отсюда откручивать поддевать и просовывать в общем то здесь тоже пришлось поступить так ну что такое а здесь также пришлось поступить но я не знаю у котов весна придурки вот пипец вообще сейчас пойду сгоню козлы на рано котов может будет минут пять тишины но и стинг да не не переослишь здесь где-то антабка получается шириной миллиметров тридцать может даже меньше я не знаю почему австрияки вот решили сделать такие вот узенькие антабки вот ну как то так вот у европейцев она всегда все как бы заужина серий тузы должны быть приталенные вот здесь тоже вот антабка видна она да она тоже шириной миллиметров тридцать ну теоретически теоретически да но просто у меня нет больших широких антабок это потом если задуматься на охотничьем оружие или вот обычная антабка это же узкие получается под охотничий ремень который идет широкий на плеч на потом сужается такая полоска когда питерские ремни никогда они мне не нравились ну то есть принципе раздобыть широкие антабки это еще и проблема то есть вот здесь нужно тогда там получается штифт вставлен и там стопорная шайба как-то так по-моему устроено но она тут вращается да ну вот сюда вот ремень заходит вот так с натягом здесь соответствующим образом он но если его потянуть он двинется но в общем то он не двигается может здесь все сделано конечно ну так по-особенному по-особенному по австрийски не видно опять вниз опущу по-австрийски значит здесь выемка и ремень вставляется туда поэтому вот это вот я вставлял уже отдельно это вставлял отдельно что мы тут имеем что мы тут имеем то что принципе говорю нам объяснили американцы посмотрите отдельные видео просто разбирать не буду и как это вся эта система устроена вся эта система устроена но вот следующим образом то есть берем берем вот это вот вот это пока все гибко буду отстегиваем но смысле расстегнутой было продеваем сюда натягиваем то есть вопрос такой принципе у одного такого ну матерого американца стрелка посмотрел у него была сделана значит вот это вот металлическая вот скоба здесь такие вот такая скоба которая значит раз просто цепляется сделано все лаконично в принципе как делали раньше сейчас все немножко более заморочено всякие карабины одноточные двухточные ремни масса всего не факт что это хорошо ну для уже автоматической какой-то для автоматического оружия облегченного типа уже я не знаю там скажем или какого-то ака 74 12 да у него в принципе антабки сейчас по-моему такие большие вот у акаема были по-моему антабки такие подобычные вот этот ремень наверно он шириной где-то наверно 20-30 миллиметров может 28 не мерил его ну явно не больше 30 миллиметров вот сейчас такие большие антабки и получается ну есть смысл на наносить оружие это при том что все же таки м4 полегче будет да например а 7 4 потяжелее носить на одноточном ремне стволом вниз положение на изготовку но это другое то есть такая как бы тяжелая ружбай когда комплекс она предполагает ну какие-то немного более неудобные другие способы переноски поэтому получается значит у матерого американца вот эта скоба почему-то он ее вставил изнутри я ее так собрал изнутри потом принципе я говорю думаю ладно пусть сначала приживется ну в общем-то если здраво посмотреть то получается все равно ремень то нужно переносить вешать но если вот здесь то пофигу если висел он висит на шее и стволом вниз вот как-то там то нагрузка сюда но если где-то на плече или стволом вниз сюда то получается вот эти железные скобы оказывается ну прям где-то на плече или на шее кому-то они вот здесь вот да вот могут как это травмировать ложе каким-то образом там или что-то поцарапать поэтому просто нужно переставить что мы имеем мы имеем значит получается вот когда мы берем ремень мы берем вот эту длинную стропу продеваем сюда выверяем определенную длину защелкиваем и у нас получается вот это первая петля вот это первая петля потом мы берем значит вот это второй кусок ремня опять-таки продеваем вот сюда вот в эту антабку вот если антабки пошире то вообще проблем никаких просто продел все отрегулировал и и зацепил защелкнуло получается вот здесь вот она соединена уже здесь прошитое кольцо а сюда через это кольцо вставляется этот ремень в принципе да получается да если скажем вытащить собрать все это заново то было бы понять а тут я немножко сумбурно и бестолково это объясняю но прежде всего потому что в общем то здесь это тугая антабка здесь нужно откручивать поэтому вот в силу вот того что конструктивных элементов недостатка да это вот здесь вот правильно не сделаешь ну суть дела какая суть дела какая значит что вот он пока светлый в общем-то да оригинальный ремень такой темно-коричневый есть ремни темно-коричневые но вот этот ремень до получается он у него прокраса нет никакого то есть он прямо пахнет хорошо прямо обалденно говорю обалденная такая выделка все здесь сделано кожаные пряжки все прямо настоящие настоящая такая вот настоящий кожаный ремень в принципе да как обычно получается кожаный ремень ну менее скажем устойчив менее подходит к влажным условиям в принципе да наверное он в воде имеет свойство там как-то деформироваться растягиваться в условиях джунглей или влажной атмосферы наверное он имеет там свои какие-то там свойства негативные но сам по себе вот я в принципе давно скажем мечтал о таком ремне и вот просто я говорю такое вот событие счастья что конце концов да я вот свою ружбайку до доапгрейдил по крайней мере до ремня была у меня конечно идея потому что все-таки вот это вот ложи вот это ложи до обычная такое пластиковая здесь никакого как это называется бединга нету потому что это вообще не знаю по моему хрена ебина какая-то ну кому-то там кому делать нехер и кто хочет там деньги куда-то отдать ну можно там что-то там заливает эпоксидкой что-то ставит потом что-то там подгоняет что подгоняет тут в принципе говорю вот оно само по себе все и так подобного с этим ложа которые пластиковые ничего лучше не сделайте потому что в принципе да если в отличие от того же самого м24 или hs precession да например которых сейчас уже и нету и жаль да что такого оружия на нашем рынке нету не будет ну соответственно и авэшки сейчас уже хер найдешь ну я бы сказал что в плане красоты и классического исполнения этот hs hs precession мне как-то даже больше нравилось тем более что там еще была возможность смена стволов проще и там стоит принципе внутри такая алюминиевая шина здесь нужно получается алюминиевую шину на которую ставится уже ресивер и вывешенный ствол ну и здесь получается должна быть масса регулировок все это было сделано тогда давнишняя да как вот на св духе например да короткий приклад неудобный подсчетник и все остальное в общем да все таки осталось перекочевала патрон 762 на 54 закрайной сделанный из металла покрытый там какой-то мазюкой сверху да с остальной пулей патрон которым 130 лет ну здесь принципе получается калибр от 308 пункт патроны которых опять-таки нету да потому что их нету и они дорогие если раньше они были они были по доллару за штуку то сейчас проблема поэтому ну да то есть в условиях кризиса и санкции отсутствие патронов запчастей комплектующие ну наверное в принципе наши наши кракозябры которые вот в магазинах есть но наверное как бы они более более приемлемо да для масс-маркета для общего для общего потребления но в любом случае учитывать надо что ремень 33 миллиметра под любые широкие антабки вставляется если у вас есть любое оружие у которых широкие антабки я бы например этот ремень рекомендовал просто потому что он намного эстетичнее намного лучше и намного удобней чем всякая там брезентуха или что-то да если взять какой хороший ремень там не знаю какой замороченный эдакий охотничий да то они тоже будут стоить не дешево хотя она и на принципе сравнение с брезентуха автоматным временем на этот ремень дорогой вот какие еще отличия значит американский ремень получается он коричневый по моему у него кожа такая сверху прокрашенная но не прокрашенная кожа даже лучше потому что она со временем оботрется и станет такой ну как бы уже начнет темнеть и что там еще я так понял что эта реплика все же таки хорошая реплика которую в принципе анонсирует эмерсон эмерсон китайский эмерсон кто делает не знаю может быть делают они может быть делает какое-то их не там подразделение но в принципе я говорю официальный сайт эмерсон да вот мне предложил вот такой ремень и еще по старой дружбе дали мне там какую-то скидку в отличие от американского ремня при хорошем качестве нормальной достойной кожи все чем как положено говоря она же пахнет пахнет аж такой вот такой запах давно забытый такая мускус какой-то прямо такая кожа пропитанные вот эти дубильные вещества прочее да если принципе там на ночь там где-то оставить наверно в изголовье на она будут снесся сны какие-нибудь может кошмары а может быть какие-то эротические да поэтому сделано хорошо но сэкономили они длину все же таки да ну китайцы же не будут китайцами если что-то где-то что-то не подрежут поэтому явно они подрезали потому что в общем-то американский ремень получается складывается сюда и это лямка практически вот ну достает вот сюда то есть где-то наверно тут китайцы ну явно не доложили где-то наверно сантиметров 30-40 ремня есть в этом одна определенная проблема то есть получается значит что вот сюда в принципе вот сюда засовывается рука она обтягивается я сейчас покажу и в общем-то является таким упором да ремень на оттяжке можно делать принципе это и с брезетухой там накручивать на руку определенным образом но это не так удобно значит смотрите в резюмируем хороший кожаный ремень очень хорошего качества немножечко они сэкономили на длине потому что в общем-то теоретически да вот этот хвостик который принципе вот получается на предпоследних дырочках потому даже на последний получается мне вот чтобы он был сюда явно ему ему нужно было бы вот добавить вот сюда вот столько ну чтобы просто был запас хода потом принципе я говорю пиндосы когда показывает но у них получается немножко по-другому антабка антабка значит расположена не сбоку на м24 я не помню на м14 нс получается антабка расположена здесь вот вот здесь и этот ремень натягивает и он получается вот такой вот ровный да его сюда натягивают и он получается вот здесь вот ровно принципе здесь его тоже можно натянуть вот натянуть сюда так чтобы он был ну вот таким вот образом вот таким образом здесь вот поэтому то говорю нужно один американец показал так что у него вот эти вот замки оказались внутри потом я посмотрел еще парочку видео вот более простые америкосы и получилось то что у них замки здесь хотя в принципе замок что замок здесь что вот эти скобы здесь они все равно все равно что-то будет мешать поэтому ну вопрос такой скажем спорный какой стороной в общем-то ставить этот ремень единственное что если вот его повернуть вот здесь вот получается что вот этот скобан ну никак не будет давить на плечо потому что поэтому получается что вот здесь нужно повернуть вот так его можно повернуть вот так но чтобы он повернулся здесь его нужно все равно получается развернуть здесь То есть, вот смотри, повернули антабку на сколько там, градусов, то ли на 90, то ли на 180 И вот ремень, вот его, наверное, я так думаю, что всё-таки его более правильное положение такое Ну, поскольку здесь он вот как бы не двигается, то нужно потом раскручу здесь вот эти вот два винта, сниму антабку и просто переверну ремень Чтоб он был вот так вот Ну, с другой стороны, получается, что если его сделать вот так, то у него здесь будет, не будет лица, да? Поэтому долгие пространные рассуждения по поводу того, как же он должен быть сделан Ну, возможно, что здесь он должен быть сделан, может я что-то напутал Возможно, что здесь он должен быть сделан вот так наружу, да? А здесь он должен быть сделан вот так вот вовнутрь Но я говорю, что вопрос такой спорный, честно говоря, только в процессе эксплуатации возможно это выяснится, потому что если его сейчас развернуть сюда, то здесь получается внутренняя сторона и вот эта вот зашивка, вот эта вот обратная сторона будет торчать сюда. Если повернуть сюда, то есть будет черти что, да, этот замок внутрь, этот замок наружу и в общей сложности получается какая-то, нету вот этого вот, однообразия и безобразия, да, как положено, да, на пограничной губе, да, чтобы все было зеленым, однообразным и безобразным. Но сейчас, я не знаю, уже, сейчас уже совсем, наверное, другие тренды, да, ну я там что, как сказать, я отсталый чукотский ребенок, вот. И самое интересное, самое главное, я попробую как-то это все в камеру засунуть, что мы тут имеем. То есть, вот мы тут имеем, что следующее. Камеру куда-нибудь сюда. Берем ружбайку, да. Поставим на нее сушки, потому что здесь все так неудобно. Затянем. Затянем. Еще влагу надо. Ни хрена не видно там, что видно, что не видно. В общем, получается, сейчас. Видно, да? То есть, вот сюда мы просовываем ручонку. Ну, а американец делал как-то по-другому, все делают по-разному. То есть, сюда можно сделать две петли кожаные. Можно сделать одну кожаную петлю. Вот сюда. Вот так мы затягиваем. Так. Вот проблема, да, то, что немножечко. Сейчас мы продолжим. То есть, вот получается, вот так вот сюда засовываем ручонку до конца. Как в турникет. Сюда как можно дальше глубже. Затягиваем. Но поскольку здесь вот замок жесткий. Вот. И остальное. Потом, получается, значит, пропускаем вот руку сюда. Вот. То есть, я о чем говорю? О том, что немножечко из-за того, что коротковать ремень. То есть, вот этот вот погон, вот этот погон, оказывается, коротковат. То есть, запускаем руку сюда. И, в принципе, получается, мы имеем здесь упор. Можно, в принципе, вот даже вот так держать. Но тогда немножечко ремень не совсем удобно ложится. Поэтому мы имеем вот такую вот движуху. Вот сюда. Раз. Засунули. Вот. Получается, что здесь, здесь вот у нас винтовка и тяжелый ствол. И тяжелый ствол, получается, немножечко имеет центр массы, в отличие от охотничьей винтовки, туда дальше вперед. Если еще стоит пламогаситель или еще какое-нибудь там приспособление на свале, то, соответствующим образом, центр массы уходит еще дальше. И получается вот так вот. Вот так вот она, да? Натянута. И удобно. И второй момент, в принципе, достаточно удобная регулировка этого ремня дает возможность, значит, вносить винтовку следующим образом. На шее. Сейчас. То есть, на шее. На шее вперед-вниз отрегулировать особым образом. Так что, когда вы ее вскидываете, когда вы ее вскидываете, да, получается, что ремень, сейчас немножечко вот правильно поставил, что ремень, в принципе, упирается в плечо четко, плечо четко, и дает, в принципе, сразу вот такую вот опору. Причем, за счет того, что он, ну, такой мягкоупругий, эластичный, кожаный, да, он дает возможность, ну, в принципе, сразу осуществить вкладку и разгрузить, разгрузить вот эту вот часть сильно нагруженную. То есть, левую руку, которой там буквально, или надо отрабатывать хват, это достаточно долго. Это, как, наверное, в давние времена люди отрабатывали хват рапирный, сабельный, проще, укрепляли кисть. Ну, и делали все эти движения. Этот хват тоже нужно отрабатывать. Ну, как бы, я это давно уже не делал, честно говоря, и навыки стрельбы уходят, поэтому все это, скажем, уровень подготовки. Но, поскольку, скажем, обычный человек все-таки имеет обычные руки, то этот хват слабеет. И левой руке достаточно тяжело удерживать винтовку на весу. В принципе, это можно добиться и регулировкой автоматного ремня. Вот, ну, в частности, здесь вот есть такая вот возможность. Ну, и соответствующим образом, значит, если еще раз говорим о статическом удержании, оружие. То есть, в положении высокоточной стрельбы. Ну, то есть, соответствующим образом, можно сюда, или сюда, или как угодно. То есть, можно вот отрегулировать, чтобы туда сильно руку не засовывать. Вот, отрегулировать, даже уменьшить. Вот этот хват. Уменьшить его. Здесь. Ох, я его знаю. Тяжело. Все это идет. Вот, это петля для того, чтобы вот здесь осуществлять подтягивание и удержание. То есть, можно просто подтягивать. Можно делать это вот так вот. Можно вот так вот. Или вот так. Потому что, ну, я думаю, что вот это больше свойственно, например, хвату, удержанию. Ну, тут вот, как на плечо накидывать, когда в положении сидя, с коленой или еще как-то, да. А в положении уже просто обычной нормальной стрельбы лежа, то я думаю, лучше было бы использовать просто вот такое удержание. Вот такое удержание. Получается, что вы винтовку натягиваете и прижимаете. Ну, опять-таки, если используете такое, то что, в общем-то, да, в зависимости от того, какая поверхность под вами. Мягкая, твердая, жесткая, песок, бетон, щебень и все остальное. Ну, понятно, да, что в данном случае сошки сугубо полевые. Есть там полицейские или какие-то другие сошки, у которых резиновые подпятки. Ну, для поля щебня, там, чего-то такого, да, они не очень удобные. Они, скорее всего, будут изнашиваться. Поэтому, в принципе, да, в зависимости от поверхности, у ружбайки, да, у него существует условия, там, разный подскок. И ружбайку нужно прижимать. Прижимать, то есть подтягивать ее как бы в себе, упирая вот левую руку, упирая в плечо и подтягивая ее немножко вниз. Что иногда, в общем-то, забывается, забывается. Поэтому, в принципе, даже вот с упора стрельбы с сошек, то есть вот этот ремень, он имеет большие возможности регулировки. Вот. И, собственно говоря, вот его можно просто вот отрегулировать таким образом, поставить сошки так, как вам удобно. И этот ремень натягивает винтовку вниз и в плечо для создания однообразного упора. А, я что и говорил, значит, про ложе. Потому что, в принципе, было у меня желание поменять ложе, там, на алюминиевое со всякими регулировками, там. Я не помню, кто их делает. Горстис или еще кто-то, фрезерованное алюминиевое ложе. Еще до всех этих, до заварухи. Ну, а оно до заварухи было то ли 90, то ли 100 тысяч рублей. Я так почесал репу, думаю, ну, в принципе, дело хорошее, но дорогое. Ну, в принципе, если создавать нормальный комплекс, при условии того, что здесь хороший ресивер, хороший ствол, опять-таки, нет возможности установки, там, ПБСа или обеспламевателя, да, на конце ствола, потому что на конце ствола здесь нет резьбы. То есть, нужно делать такую специальную вот втулку, которая закручивается, и туда вкручивается ПБС. Тоже можно сделать, заказать, но как-то раньше по этому поводу не парились, а сейчас парятся. Ну, в принципе, дело в том, что, скажем, днем, если вы стреляете на 600 метров, более-менее разумное расстояние стрельбы для этого оружия, ну, все равно вспышки никакой не видно. Ну, дело в том, что современные системы, по крайней мере, на той стороне, да, за ленточкой, с той стороны, они уже 600 метров берут уверенно и запросто, и, в принципе, нормально, там, 900, 1000, 1200 берут. Поэтому, ну, скажем, эта винтовка, это, например, так, можно ей работать эффективно, она имеет явно плюс или два плюса по сравнению с СВД. Ну, в общем-то, да, наверное, уже серьезно уступает всяким там модульным системам, и тому же самому 338-му, там, и 46-й, 47-й, который, ну, и так далее. Короче, куча всякой хрени. Ну, это ладно, это уже теория стрельбы. А я просто хотел дать хороший совет вменяемым людям о том, что, значит, вот я обзавелся вот таким ремнем. Я давно о нем мечтал. Обалденный ремень, обалденный комплекс. То есть, я не знаю, на 5 порядков, на мой взгляд, он превосходит вот эту штуковину, да? Ну, потому что, ну, это совсем уж совсем никакое. Хотя, в принципе, вот этот автоматный ремень, да, его можно использовать там как угодно. Можно, наверное, даже вот если его распустить в конце от концов, его можно, наверное, использовать, если вот сюда зацепить, и как одноточный. То есть, просунут его сюда, вот в это кольцо. Вот, и вот вам будет нормально, обычный одноточный ремень. Для автомата, ну, в принципе, нормально. Единственное, что у него нет вот этой вот подкладочки. Вот она есть подкладочка, но она тоже такая не идеальная и крепкая, но жестковатая. Которая все-таки вот разгружает шею, плечо. Вот, ну, и так далее. Ну, конечно, это, скажем, ну, из серии такой, да, в общем-то, пистолета Макаров. А хороший пистолет, ну, как бы, во врага не попадешь, никого не убьешь. Но застрелишься, наверняка, это такая старая СССРовская мудрость. Из Макарова можно застрелиться, ну, безотказно, 100%. Поэтому, вот, ремень, как он устанавливается, показывать не буду. А, ну, могу показать, еще что. Ну, в принципе, ничего. Ну, в общем, сами вот эти вот скобы двойные. Получается, нужно его согнуть, поддеть. Дырочки тугие, заходят очень туго, они не разработаны. Он новый, ему буквально несколько дней, этому ремешку. Поэтому, думаю, надо поделиться своей радостью. Вот. Заходит туда туго, нужно согнуть. Согнуть туда, и прямо так раз, в принципе, и даже приходится чуть-чуть поддеть отверточкой. Ну, в процессе, если нужно будет там что-то снять, использовать разные дырки, вот, то в процессе всего вот этого это разработается. То есть, пока ремень не разработанный, ремень тупой. Так. Проверим, патронов нет. Все. Говорится, чтобы ютуб не ругался. Патронов нет. Ничего нет. Затроник пустой. Оружие на предохранитель. Все. И вот ремень. Удобен ли он для автомата? Не знаю. Мне кажется, наверное, нет. Для автомата он не подходит. Немножечко более длинный, если бы он был бы. Было бы лучше, потому что здесь нужен запас. Немножечко здесь Китайцы сэкономили. Потому что, в принципе, вот эта длина ремня отрегулирована по мне. Чтобы можно было повесить на шею, на плечо. Его можно подтянуть. Ну, для переноски нормальная длина. В принципе, позволяет осуществить вкладку в плечо. Петля отрегулирована, ну, более-менее нормально. Хотя, в принципе, я говорю, я просто не стал ставить на последние дырочки. Поставить петлю на последние дырочки или звену сюда еще, например, на пару сантиметров. Возможно, было бы в чем-то лучше и удобнее. По крайней мере, для стрельбы на весу здесь нужен запас. Ну, вот это вот, на мой взгляд, главный недостаток. То, что почему-то они сделали его коротковато. Говорю, американские ремни. Вот практически вот этот вот хвост доходит вот сюда. Ну, и я думаю, что американский ремень будет стоить, может, сотню баксов, может, больше. Вот, плюс его хрен сюда доставишь, плюс доставка. И вообще, явно, наверное, они сюда не попадают. Ну, поэтому, можно, теоретически, можно его измерить. А, нет. Ну, вот, еще измерим. Я говорю, как-то так получилось. Думаю, надо снять. Для тех, кто понимает, будет полезно. Для дебилов, все равно, все бесполезно. Вот. Для турбопатриотов, им, в принципе, я говорю, только, блин, пойти и разбить себе башку об стенку. Или застрелиться в дальнем окопе. Поэтому, как получилось, так получилось. Вот, ширина 33. Дальше. Ну, если померить, длина вот этой петли 40. И плюс еще, грубо говоря, еще 25. Итого получается, да, примерно вот 40. Ну, и здесь где-то 25. Вот запас на петлю. Ну, 20, 23, 24. Ну, где-то 63, 65. То есть, вот этот маленький, короткий огрызочек. И здесь, ну, и вот сюда вот добавим еще, там, какое-то количество сантиметров. И эта часть в длину. И эта часть в длину получается, вот она, 54. Ну, пусть будет 55. Это значит, 110. Да? Если на 2 умножить. И здесь еще, вот, сантиметра по 4. Ну, где-то в районе 118-120 сантиметров, наверное, вот эта вот сама петля. Хотя, реально, она должна была бы быть, ну, сантиметров на 20 длиннее. Было бы нормально. Ну, если бы я, как бы, не видел у американцев, например, их оригинальные ремни, я бы думал, ну, в принципе, как есть, так и есть. Ну, у них, получается, вот аж сюда до конца заходит, вот этот хвост. То есть, вот тут вот чуть-чуть они сэкономили. Да, то, что касается всего остального, нормально сделано, нормально тут вот хорошо. Вот так вот они вытаскиваются. Нормально, хорошо проклепано. Надеюсь, сейчас уже здесь дырки разработаны. Не знаю, вставится или не вставится. Видно? Ну, то есть, примерно вот так вот засовываются. Потом вот так затягиваются. Вот, собственно говоря, получается. Вот так. Нормально, хорошо проклепано. Хороший замок. Толстая такая скоба. Мощная, надежная. И прямо обалденной выделки. Я даже не уверен, что, скажем, у американцев вот выделка кожи лучше. Потому что она, как бы, вот грубоватая, дырки побольше и прокрашенная. Я думаю, что вот такая выделка кожи, возможно, лучше. Ну, с другой стороны, американцы в основном, когда что-то делают, они никогда не делают плохо. Они делают, вот сам квалитет винтовка М14, М1, да, и прочее, да. И сам квалитет, качество обработки деталей очень хорошее. В отличие от нашего изделия Ваймпрома, где, в общем-то, когда-то хорошие задумки. И, возможно, даже когда-то в 70-х годах хорошее исполнение. Нынче, в принципе, все это технологически на тройку. Все сделано технологически на тройку. Если посмотреть, вспомнить даже времена Гражданской войны, то все эти наши хваленые трехлинейки, где все постоянно заедает, где все там шабером каким-то там, это как-то там от... Кое-как подогнано, да, каким-то рашпилем там что-то подпилено, где затворы, которые еле-еле там душа в теле, еле-еле ползают. Эти затворы туда-сюда. И вспомнить те же времена Гражданской, когда, в принципе, ценились те же самые Манлихеры. Вот. И американские винтовки там, они и британские, которые были там. Ли-Энфельд или там Гарант, я не знаю чего. Просто потому, что, как бы, нормальное, стабильное, хорошее качество. Поэтому, какое ремень американский для М24 в оригинале, не знаю. Вот. На вид он как-то проще, грубее и коричневее. Вот. Ну и подлиннее чуть-чуть. Ну, вот этот нормальный. То есть, можно взять его за основу и поискать на просторах Али-Бабы, Али. То есть, кожаный ремень для винтовки М14. Так и набирается, чтобы потом не писали, а где взять, чего такое, а как, а что. Захочу, дам ссылку, не захочу, не дам. Не мое дело, в конце концов, Алиэкспресс рекламировать. Кожаный ремень для винтовки М14. Есть два вида. Такой дороже. И есть темно-коричневый. Где вот эти вот, по-моему, такие они блестящие, что ли. Подешевле. Ну, там, вот эта обратная сторона, выделка кожи. Ну, мне кажется, намного как-то проще. Ну, с другой стороны, можете даже купить себе два ремня. И такой, и такой. Есть у вас, например, там, разные виды оружия, винтовок. Ну, в первую очередь, я говорю, широкие антабки. Широкие антабки. Даже не 33, а желательно такие, как положено, с запасом. Там, 35-40 мм шириной. Или переделывать. Я бы на ремень-тоше своем, с удовольствием, вот эти узкие антабки, в которые лезут только охотничьи ремни, переделал бы на широкие. Но, вот, как-то не задавался этой целью, и широких антабок у меня просто нет. Надо их где-то искать. Ладно, все, всем пока. Сборка этого ремня, когда его собираешь, думаешь, вроде как, проще пареная репа. Но, перед тем, как собрать, ну, честно говоря, я аж там, наверное, испаренный, покрылся. Потом, блин, думаю, две веревочки. А как их собрать? Уж даже не говоря о том, например, скажем, вот эта скоба. Ну, или как там называется, петля. То есть, ее можно поставить, чтобы две петли было здесь, когда две петли. А американец, как-то вообще у него, получается, он вообще вот так как-то подтягивал. Я пока не очень понял. То есть, вот сюда засовывал руку. Ну, у него, может быть, потому как бы запас по самой петле есть возможность. Сюда засовывал руку, подтягивал. А потом вот этой второй вот этой вот петлей сюда задерживал. То есть, если ее сюда поставить, вторую сюда, то здесь вот эта сама петля, натяжка, получается, держится лучше. Вот. Но поскольку особой необходимости в этом нет, я просто ее вот сюда вот передвинул. Сюда, потому что, чтобы здесь вот не было, ну, вот такого вот болтания, там, провисания ремня. Хотя, в принципе, я говорю, вот сами петли, то есть, можно, в принципе, если нравится, сюда руку продеть. Можно, наверное, сюда продеть руку, там, ну, каким-то там своим образом, да, чтобы удержать. Вот. Ну, по большому счету, вот в стационарном положении, при стрельбе сошек, получается, весьма удобно. Просто просовывать его сюда, держать за цевьё. Как вам нравится, смотрите, как получаете, в зависимости от антерометрических параметров. Вы высокий, низкий, худой, не очень. Рост 160 или 190. Вот. Смотрите, как просовывается сюда рука. Здесь у меня отрегулировано, говорю, так, чтобы винтовка находилась в походном положении стволом вниз, впереди, вися на шее. Ну, то, что вот неудобно, что вот все равно сошки наминают. Ну, можно их снимать, убирать, конечно. То есть, получается, что выступающая часть, это вот этот вот барабан, это уже апгрейд прицела, барабан, получается, вертикального угла. Барабан вертикального угла, он немножко выступает. То есть, вот здесь просто уже добавлено. Ну, как-то у кого-то есть, у кого-то нет, долго у меня не было. Потом думаю, ладно, поставлю, хуже не будет. Уровень горизонтальный, барабан вертикального угла. По крайней мере, вот он стоит на нуле, выверенный по прицелу, снятому по горизонту. Стоит на нуле. Поэтому здесь вы можете сами смотреть поправки угла. Ну, сейчас, в общем-то, дальномеры с определением угла, собственно говоря. То есть, можете определить угол. И, соответствующим образом, там даже вводятся поправки. Ну, да, по-моему, по фактически. То есть, фактически вот по горизонту. Потому что, в принципе, ну, соответствующий образом, знаете, да, если угол, то будет завышение траектории, если стреляете вверх, и занижение траектории, если стреляете вниз. Вроде да, вниз. Занижение траектории. Поэтому, в принципе, нужно там считать косинус угла и брать фактическое расстояние, да, до цели по завышению горизонта. Фактическое расстояние, как это называется, по горизонту. Без угла возвышения. Ну, то, что нам дает расчет косинуса угла и прямоугольном треугольнике, основание треугольника считается. Сейчас, по-моему, я не помню. По-моему, дальномеры это делают. По крайней мере, высоту считают, угол определяют. А вот, например, если угол, то фактическое расстояние до цели без учета угла поправки, я не помню. Ну, по крайней мере, баллистическая таблица это делает. Ну, и все, и плюс тут, значит, ЛЦУ. Понятно. Ну, а все остальное традиционно. Ну, еще там, вот стоит бленда. Бленда с сеткой. Тем более, ну, вроде бы говорят, сейчас для охотников, для спортсменов и охотников, да, что за ленточкой приборы, которые специально излучают какой-то там луч определенной частоты, которые, значит, находят эти все, всю оптику, да, и, в общем-то, производят этот отцвет блик. Даже не обязательно, скажем, что это солнечный блик должен быть. Вот, поэтому, в принципе, сетка или узкая прорезь, вот, узкая прорезь, она снижает. И еще сюда, наверное, в общем-то, не мешало бы еще какой-то дополнительную ткань. Вот, снижает, ну, не полностью защищает. Ну, в любом случае, в любом случае, для охотников и спортсменов... Ну, когда же ты опутишься? Не знаю, я... Сколько там резьбы? Для спортсменов и охотников вот это, я думаю, желательно, потому что, ну, в сумерках, ночью, конечно, световой поток, она обрежет, потому что и оптика режет световой поток, и блендер режет световой поток, и эта сетка. Вот, ну, как бы лучше немножко зарезать световой поток, тем больше, ночью, если луны нет, в оптику все равно ни хрена не видно. Ночью надо тогда смотреть в ПНВ, или в специальные насадки, или через Теплак, и так далее. Или такую вот, где такая вот узкая прорезь. Честно говоря, такой никогда не пользовался, но можно, собственно, сюда просто сделать тканевую насадку, и в тканевой насадке просто вырезать такую узкую горизонтальную дырку. Так что вот так вот. Ну, и сам ремешок. Все, всем добавить по поводу... Видно его? Сейчас сюда направлю. По поводу ЛЦУ. Здесь зеленый луч. Долбит он хорошо. Метров на 200, на 300. Для спортсменов и охотников комплекса трудно сказать, скажем, нужен он или нет. Ну, в принципе, да, его можно, в общем-то, на 100 метров, там, или на 200, на 300, наверное, настроить. Ну, днем. Днем, я думаю, что он виден плохо. Сейчас, я не знаю, попробовать. Ну, через стекло, через стекло он отсвечивает. Ну, наверное, теоретически метров на 100-150 днем, наверное, можно рассмотреть. Если поставить яркий луч, здесь два параметра. Ярче-бледнее. Ну, вечером, в сумерках, ночью, в принципе, да, в городе, в условиях, там, наличия освещенности, то есть, он виден. Это понятно, да? Ну, можно его не использовать. Концент концов его можно использовать. Для ружбайки. Просто, получается, на ружбайку у меня, на реминтошу, у меня нет, как бы, лазерного, пристрелочного патрона. Его надо покупать. Хороший, стоит 2000. То есть, сюда я его приобрел, я, по-моему, показывал. Нормально он так, в принципе, достаточно однообразно прицеливает. Снял, поставил, когда здесь кое-что там доапгрейдил, подделал, поставил и немножко сдвинулся по сравнению с перекрестием оптики. Лучик сдвинулся. Так вот, смысл какой, значит? Вот эта вот поправка по вертикали, эта поправка по горизонтали. Крутится, в общем-то, легко ногтем или монеточкой. И хорошо или плохо, не знаю. Мне кажется, конечно, было бы лучше, чтобы здесь была более жесткая какая-то там, эта трещотка и какие-то колпачки, которые бы закрывали здесь ЛЦУшку. Потому что, в принципе, может сбиться. Ну, в общем-то, он быстренько выверяется по перекрестию. Для реминтоши было бы удобно, скажем, для открытых прицельных приспособлений. Но нужно, в принципе, сначала, в общем-то, или пристрелять, что долго и хлопотно, или выверить просто мушку и целик по пристрелочному патрону, потом поставить туда ЛЦУшку, я думаю, на коротке, на расстоянии 50-100 метров, его использовать более целесообразно. Здесь какой вот недостаток именно, да? Попробую объяснить. В общем-то, все вот эти вот моменты, да, канонические, являются это увеличением высоты цели. Потому что, ну, рекомендуется сюда какие-то вот антибликовые материалы, хотя в нынешних условиях высокотехнологичных приборов, возможно, это не суть важно. То есть, чтобы открывалось сюда, сюда, по возможности, чтобы ничего не выступало там выше горизонта, потому что башка, в принципе, здесь. В общем-то, наверное, она... Ну, если в шлеме, то будет выше намного. То есть, еще вот сантиметров на 15, наверное, торчать над оптической осью. И, казалось бы, да, вот выступает, выступает вот эта ЛЦУшка сюда, получается, над барабанами, торчит сюда. И я пробовал его поставить вбок. Пробовал поставить вбок. В итоге, все равно разболтался. Да, даже аккумулятор сел. Рассусоливаю. И, как всегда, да, там, вокруг да около и не по делу. Ну, да ладно. В принципе, кому интересно смотрит, кому не интересно проходит. Есть. Есть, наверное, другое. Другое, чего интересно. Вон, можно тик-ток смотреть. Короче, получается, что по логике вещей, все очень просто. Этот кронштейн отвинтить, повернуть и сместить его, например, вот сюда. Ну, или сюда. Ну, разумно, да, если там мы правой рукой орудуем. Здесь, оправдываю, сделал две, как этот, мамки. Липучки поставил под выносную кнопку, отрегулировал, сделал сюда и сюда, в зависимости от разницы хвата. Выносная кнопка, от кнопки провод, провод, значит, цепляется, провод цепляется вот сюда. Ну, и можно сделать под этот палец. Ну, в принципе, наверное, удобнее, все-таки, я так прикинул, думаю, ладно, попробуем. Под большой палец руки, тем более, что вот если держим, да, там, три кнопки широкие, на каждое нажатие, предковеренное срабатывание ЛЦУшки. То есть, держишь, работает, отпускаешь, то есть, нету там, там, три кнопки, просто в разной позиции. И что получается интересно, да, если сдвигаешь сюда, казалось бы, просто меняются оси координат. То есть, вот сдвинул, да, и вот эта вот ось становится горизонтальной, а эта ось становится вертикальной. Ну, вот по логике вещей получается так. Ну, как ни странно, когда сдвигаешь, я пробовал, и почему-то не работает вот эта линейная зависимость, что ось просто меняется местами. Может, что-то я говорю, как чукотский ребенок, что-то недопонял, но получается, что они не начинают двигаться, как бы в таком положении, как бы вертикально и горизонтально, они начинают двигаться по спирали, то есть, как-то эллиптично, и настраивать поправки, чтобы совместить перегрестие оптического, оптической оси и ЛЦУ практически невозможно, трудно, то есть, нужно там проводить манипуляции, я не знаю, влево, вправо, вверх, вниз, по спирали, туда-сюда, я думаю, как-то да, загадка природы. И, в общем-то, пришлось вернуться к обычной исходной схеме, вот, ставить его, как бы строго по осям, вертикально и горизонтально. Может быть, если пробовать и какую-то закономерность выводить, да, то можно, ну, что-то, наверное, найти, то есть, если поставить его под углом строго 90, строго 90, может быть, может, я ставил не под углом строго 90, а под углом 45 градусов, возможно, да, да, может быть, я не помню. То есть, если поставить под углом строго 90, но если ставить под углом строго 90, то не исключаю я, что вот это вот упрется в ресивер. Вот. Тогда, может быть, оси просто поменяются местами. Я, по-моему, отклонял под углом 45, как было, в принципе, на фотографиях производителя. Вот, да, когда под углом 45 градусов ставишь, чтобы убрать его верхушку сюда, то ось начинает двигаться по спирали. Да, я думаю, что сейчас только сообразил, да, что если поставить под углом 90, наверное, они просто поменяются местами. То есть, теоретически, я думаю, возможно. Вот. Ну, в общем-то, я вернулся к исходной схеме. Вот такой. хотя, наверное, да, вот эта вот выступающая деталь, как-то, она всегда меня немножечко смущает. Ну, собственно говоря, когда ставил этот кронштейн, да, выставил по уровню, у меня теперь есть уровни, да, я тут немножечко переделал после охуенных специалистов установку прицела, который, в принципе, два кронштейна поставили, причем, ну, пиздец, специалисты ставили когда-то, давно, когда еще не было приборов, да, а у них были там, поставили два кронштейна, посадили все это на пиздатый лак, а сейчас пока, я не помню, по-моему, посадил на красный фиксатор, может быть, ось, а может даже и не сажал, пока думаю, ладно, поставили на пиздатый лак такой, который, ну, ничем не откручивался, то есть, мне пришлось как-то идти на рис, греть, греть эти винты, и только тогда они пошли, и то там такой наподобие, такой лак специально наподобие эпоксидки, даже не красный фиксатор, а какая-то хера вот еще говна, и сами кронштейны были приклеены к трубе прицела, ну, короче, да, наверное, люди постарались, но факт то, что как бы по горизонту, да, когда стоишь на плиту, они были не, не, как это сказать, не соосны, то есть, горизонт был, плоскость, вернее, плоскость была завалена, то есть, он так, тук-тук-тук, то есть, они стояли не вот так вот, вот, а два кронштейна, условно говоря, стояли вот так вот, то есть, один туда, другой сюда, что, в принципе, создавало напряженность, и, я думаю, и в ресивере, и в трубе, это первое, ну, и второе, в общем-то, да, тут получается достаточно трудно выверить его по горизонту, прицел, потому что у него нет специальной площадки, но на Айтфорс, на Льюпальде, на Шмидтбендере, сейчас не знаю как, вот, ну, у них есть такая специальная площадка, которая, как бы, строго выставляет горизонт, здесь нету, нету ее ни снизу, вот, нету нигде тут сверху, и я там пытался приспособиться, где-то снизу привязаться, прочее, ну, никак, не получается, то есть, в принципе, единственное, что, вариант, откручиваем эти крепежные, стопорные, вот эти вот винтики, барабанопоправок, барабан снять, и, в общем-то, условно можно принять, что вот торец барабана, ну, в принципе, нулевой горизонт, и по нему выставлял, мерил, то есть, в принципе, я вам советую иметь два уровня, они там разные, есть такой магнитный, первый, который, значит, цепляется сюда, вот, к ресиверу, здесь вот горизонтальная направляющая, магнитный, выставляем по горизонту винтовку, а второй ставим сюда, снимаем крышку барабанопоправок, ставим сюда уровень, и выверяем их, так, чтобы они, в принципе, были идентичны, одинаковые, и в горизонте, единственное, что просто уровни, наверное, бывают разными, но старался взять, самые нормальные, но в любом случае, ну, их качество, то есть, с учетом того, что там трубка, в трубке двигается шарик, это понятно, но, все это находится, вот, в таком механизме, да, пластиковом, который должен, в общем-то, основание вот этой опоры, этого уровня, и трубку с уровнем, делать строго параллельными, что, в принципе, в общем-то, да, оставляет, разные вариации, что, возможно, там какие-то отклонения, конечно, сам угол должен быть, наверное, в металлическом, или в каком-то силуминовом корпусе, он должен, наверное, на какой-то плите, вставлен быть, основание опоры, отшлифовано, выверено, да, то есть, все углы должны соответствовать, когда сюда ставишь магнит, то же самое, да, нужно выверять по плите, ну, это, наверное, уже какой-нибудь, может, хороший прибор, который там будет стоить, уже там других денег, может, они такие есть, но это уже следующий уровень, это уже когда, ну, совсем, когда у вас, вот, специализированный центр, и когда у вас серьезная настройка, возможно, и когда вы там по 406, 407 патрон, да, что-то готовите, какое-то оружие, которое у вас, наверное, на 1500 должно долбить, там, наверное, что-то требуется более серьезное, здесь 600-800 метров, достаточно, ну, обязательно, значит, уровень такой на магните, он выступающий уровень, выверить, горизонт винтовки, снять, или если есть площадка на Найтфорсе каком-нибудь, то есть поставить, выверить, да, потом, соответствующим образом, повернуть прицел, вот, и зажать, и по возможности, как бы еще его снять, и проверить, чтобы основание опоры колец было горизонтально, в принципе, даже если здесь вот получается старая система, ласточкин хвост стоит, ну, даже сейчас, если вы ставите на Пикатине, да, на Вивер, на Пикатине, то все равно вы ставите, там, два кронштейна, да, на Пикатине, с учетом того, что Пикатине имеет фрезерованную основу, не просто там литье, а на какой-то там, уже хорошей рельсе, фрезерованную основу, но все равно нужно выверять, горизонт проверять, то есть, чтобы там все было, да, и в любом случае, вот эти кронштейны нужно проверять на, по плоскости, ну, и соответствующим образом, перекрестие прицела, сам прицел ставить, в одном горизонте с винтовкой, ну, это понятно, да, короче, для спортсменов, охотников, так что, в общем-то, вот так вот, да, вот такой ремень, ну, и такая вот вся эта, вот, балда на русбайке, ну, в принципе, еще я вот обзавелся, поскольку, говорю, сейчас не стреляю, и хорошие патроны, это редкость, и очень дорогое удовольствие, да, поэтому, ну, я вообще рекомендую, просто обзавестись пристрелочным патроном, комплексами, да, там хорошим каким-то пристрелочным патроном, и просто-напросто, периодически, да, при снятии установки, и всем остальном, просто выверять оптику, соответствующим образом, значит, забыл, ну, поставили, выверили там в точку, да, на 100 метров, отмерили там, дальномером 100 метров, выверили в точку, пристрелочный патрон, красный лазер, вот, если он хорошего качества, ну, в принципе, достаточно однообразно, однообразно становится, то есть, вытащили, вставили, вытащили, вставили, раз здесь проверили, и посмотрели, да, как он там совпадает, перекрестие, в принципе, совпадает, там, буквально, плюс-минус, там, совсем немножко, может быть, вот, на хорошем, который, скажем, стоит от 2000, там, и до 10, да, ну, хотя бы от 2000, который 500 рублей, все там жалуются, ну, это вообще не серьезно, да, ну, а потом, в принципе, выверив там на 100 метров, просто-напросто, барабаном вертикальных поправок, вывести, сколько там, превышения, у пули на 100 метров, вот старый маразматик, не помню, по-моему, то ли на 3, то ли на 6 сантиметров, да, по-моему, на 100 метров, там, превышение, получается, надо просто посмотреть этот, ну, на коробках, или в таблице баллистики, да, вот, что-то забыл, от 3 до 9 сантиметров, по-моему, 3 сантиметра, превышение траектории, то есть, в принципе, занижение, дырки на 100 метров, грубо говоря, будет там, минус 3 сантиметра, поэтому просто, барабаном вертикальных поправок, просто-напросто, поднять перекрестие на 100 метров, в отношении вот этого вот, пристрелочного патрона, да, на 3 сантиметра, и все, ну, дальше, получается, пристреливать, просто выстрелили, если расчеты примерно верные, то, ну, пуля попадет примерно туда, дальше уже можно, холодный будет немножко уходить, надо же еще вести поправки на холодный выстрел, холодный будет уходить, но если, так, более-менее, примерно там, со 2-го, с 3-го выстрела, должны уже привести винтовку, на 100 метров, к попаданию, точно, в перекрестие, что всегда, проблема вызывает, потому что, как бы, барабан поправок, его нужно, таблицу записать, ну, как бы, его возврат, установка в ноль, в зависимости от цены и качества, лучше хуже на Найтфорсе, лучше Льюпальте, Шмидтбендере, на Никоне, да, Милитаре, ну, как бы, не 100% возврат, хотя, ну, в общем-то, примерно он туда же, но все равно барабан, периодически, нужно прокручивать вверх-вниз, чтобы он не засыхал, не пролипал, туда-сюда, прицел все равно снимается, куда-то убирается, потому что негабаритно, при установке, да, происходит, ну, обычно 100% смещение, чего-то, снял, ЛЦУ даже, снял, поставил, казалось бы, ЛЦУ, раз, лучик уехал, в отношении оптической айси, снял прицел, поставил, отрегулировал в ноль, сделал, да, через патронник, через луч лазера, снял, поставил, хоп, да, перекрестие куда-то сместилось, ну, в принципе, это лучше, да, чем расходовать дорогущие патроны, будем ждать лучшие времена, когда, в общем-то, страна станет свободной, открытой, и мы будем жить и свободно, и по совести, и по справедливости, и ради благополучного будущего, да, вот, когда-нибудь, надеюсь, это будет, не сейчас, но потом, да, в стране не дураков, но гениев, вот, так что вот так, ну, все, всем пока, думаю, давно, говорю, не делал видео, думаю, сниму, с учетом того, что, как бы, YouTube, сейчас платит, ноль долларов, ноль центов, да, в общем-то, и рекламы нет, поэтому, все это, делается бесплатно, особо хитрожопые, там, всякие донаты, какие-то, запиливают, но, в основном, что-то там, стримы проводят, и, как это, озвучивают вопросы за день, я стримы не провожу, вопросы за деньги не озвучиваю, поэтому, все это, неблагодарный труд, так что, не пиздите, а говорите спасибо.